господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешным номер 188 события дня бытие 3 19 в поте лица твоих будешь есть хлеб 17 июня 2016 года не успевая здесь ничего занести просто устно расскажу о событиях прошедшего дня у никиты но такое отношение что он как бы я называю сквозняк по жизни ничего не касается совершенно разбитая банка там со стекло лежит прошел мимо а другой наступил глаза поднял а будто не я инструмент положил на него кидают земли инструмента нету то есть на каждом шагу но я не теряю надежды стараясь его чтобы он помнил но он по одному сбрасывает эти поручения но одно сейчас остается которая не забывает хотя забыл весной я ему напомнил просыпаетесь 4 40 до 7 звонков нажать один раз телефона сигналов 7 мне потому что я один будильника нет могу проспать но ни разу не потребовалось это я уже за час раньше встаю за час за полтора один 4 40 а я бывает в 3 15 вот так но сегодня вот сегодня уже у нас получается 18 звонок его застал меня на постели почему еще на такой день почему эпиграф такой взят в поте лица есть не работать в поте лица есть то есть пришел руки вымыл лицо вымыл а пот все еще себя идет вот состояние то какое люди не понимают этого а это главное первое нарушение в раю и сегодня кто сколько нарушает я думаю процентов 90 работоспособного населения а бы как в развалочку никаких норм нету в наше время было аккордный наряд закрыть там пластаешься то есть я работаю себя не чувствую вчера точно так же было мы в лесу работаем володя с ребятишками а мы с никитой здесь крест высокий там где молятся восьмиконечный крест ветром погнуло и надо сменить оторвать от столба положить найти такую же подобную высоту шеста и переделать переделали вдвоем были тот однажды засмолить отработкой чтобы не гнило прибить было ровно выкопать яму там все сделали и тут где из кухни выходишь она постепенно опускалась проход возле тьму тараками называется это келья деревянная самая старая она у нас келья по возрасту сколько двадцать пять лет 27 28 может лет назад сделано было вот как у я попутно все что вспоминается когда ее делали все палатки палатки у нас были палатки и шалаши и решили одну сделать постоянную потому что бывает холодновато или промокнуть детей просушить негде а я сам печник заботы то нет русская пища есть под открытым небом ясное дело что вода течет промокает кирпич намокает разваливается печка пропадает и приходится заново делать все под открытым небом чугуны правда из камыша мы сделали навес так чтобы солнышко хотя бы не так пекло было раньше до восстановления потеряете и вот тогда мы решили сделать но ничего нету степь но где же железо то взять мне нужно железо листы сделать обогреватель падает келий чтобы с одной стороны топить печка шла туда и канал этот нагревала другой стороны труба выходила моя пошел около пруда гляжу счета торчит я потянул за неё она как оказалось жесть ну и может быть шириной сантиметров 60 да и длиной как раз такая какая надо две жестины такие я их оттуда вытащил на них уже проросла трава земля земля вот я-то вертикально поставил я прокинул она упала упала вместо ровного плюхнулась и от удара содрогнулась земля маленькая то и оттуда прям на глазах на моих до выскочили грибы но зато интересно первый раз видел так такие ядреные я не знаю то ли дождевики это были а может и белый гриб но такие хорошие грибы от удара и вот постепенно сделали стали делать глину копать надо песка нету на одной глине песка вообще не ну степь а это у нас песка здесь нет нигде не и а тогда как-то больше было молодежи один раз помню с поезда сразу сошло семьдесят два человека приехали летом девчата лет уже 16 17 ребята из армии такие вот и приехал первый секретарь райкома партии по диалогии был нет просто райкома партии по диалоге это мороза было так уфаев уфаев ну мои отношения всегда были с коммунистами понятны они враги они раскулащили то другое уничтожили земли изверги рода человеческого их надо уничтожать я так был настроен и готовился стать террористом тренировался и просто убирать эту мерзость вот такое понятие евангелия не было ничего не зала он приехал от куфаев внес свою лепту в обратном направлении высокого роста пресс автобус полный автобус или два не знаю сейчас уже сказать как прошел поздоровался никакой иронии ничего нет ну и как вы здесь да слава богу никто вас не обижает надо же коммунисты обижает да вы к вы обижаете но стерпел стерпел меня прям внутри все закипело то есть спрашиваешь людоеды землю загубили тут только канава по степи идут как от паскотина была наши родители все бросили бежали я это все впитал в себя да никто не обижает так а много у вас народа а мы поставили только что качели качели большие подвоща садиться где что деревья там на себе волоком скобок набью скоб нашел веревки привез и волоком дерево как лыжи ну тащим а деревья но сейчас не знаю сколько раз два сорок ну сорок в диаметре в диаметре представьте и высота метров пять а то может и шесть это две начнем на столбах буду стоять а там наверху прилажают ребята сидят все верующие конечно а девчата там мы заплели сделали как столбы эту келью это делаем я уже сделал там проход для огня проходить чтобы нагревала келью сверху на разъезд сходили он уже заброшенный был под землей раскопали там везде где забор стоял то и вытащили доски они не сгнили они из сосного из сосны вот и теперь эти прожили пробили и заплели плетень и с двух сторон штукатурят а соломы нашли на полях натоптали ну дальше мы все знаем но они там штукатурят с одной стороны и с другой то но и пролетает хохочет там ну молодежь девчата ребята прежде с армии молодые говорится кровь с молоком девчата девчата в подлинном смысле подлинном смысле девчата сейчас девушка девушка она уже пять абортов сделала девушка это настоящее дети священников основном были строги как помню бурдина женя была ну и парни оказались на той стороне штукатурят этот плетень то а эти ударят друг на друга в лицо глина а сколько людей прибывают мы даже не фиксировали тогда каждая запись была против нас я буду я не знаю уже колокол нашли какой-то рынду поставили железо сейчас узнаем а кто такой будет я секретарь райкома партии куфаев алексеевич кажется просили господи не знаю но то потом он станет заместителем губернатора края по земледелию попутно сказать приедет в потеряевку начнем когда строите спросит вот вы напрасно это делаете потеряет восстанавливать есть брошенное села на алтай их 460 тогда было заброшенных сохранились дороги у вас ничего здесь нет инфраструктуры никакой район помочь не может ну дадим дома там и заброшенное это все ваше будет мы говорим это наша родина и вот здесь вот а сколько людей не знаю я парнем мигнул игру дарь в рынду вот он ударил но ударить один раз это собрание как посыпались он смотрит а эти выстроились кого он привез а привез секретарей директоров школ заучи ну у коммунистов люди бывают хорошие я никогда не скрывал но такая редкость такая редкость просто была вот и выстроились в ряд сразу юноши девушки вот как китайская бывает показывает там парад какой идет но лиса в глине там руки сами веселые румяне сияет на всех он а так со стороны подошел вот это да ну представьте здесь человек допустим было сто восемь человек восемь человек все молодежь все веселые маленькие бородки у ребят ну из армии вернулись не бреются и тут поменьше дети тоже дети в основном дети священников откуда начиная с одессы дальше это прибалтика и там я не знаю чуть не давно владивостока про нас прослышали приезжали хлеб тут покупали на молоко покупали основное скорее выращивать начинали вот это да это вы все издалека он все допрашивает а эти учителя завучита там директора стоят смотрят вот и не уедут до обеда пока мы молиться не станем им надо посмотреть как молятся и снова у нас три удара это на обед это тогда уже устав был у нас и молятся они смотрят стоят а тут пастухи были корченские корченские и около избушки они там выстроятся для них это шоу такая молодежь явно что ни у кого и в мыслях нет переубеждать еще партия власти это было ну восемьдесят восьмой год примерно сказать партия уже издыхала уже были люди которые из партии выходили этого еще не мыслимая была тогда а мне тут помогал мой крестник он был главный агроном корчена талантливейший земледелец которому говорят хоть одни камни дай он из них вырастет на весь район везде гремел его сад там облепиха все он там поднял на на сгорье где-то дали и он все это сделал там он говорит сколько там пист я не знаю сколько 2000 может быть тонн только это все равно зиму навозился как вот на валами монахи вот это все к слову сказать и он видимо нас тоже походотайствовал долго бился и 3 гектара земли нам дали 3 гектара это дорожка по которой ходить купаться сам лагерь крапиву выкорчевали и вот тогда приехал куфаев то посмотрел и потом когда второй раз потеряевка была и мы сказали нам просьба нужна а просьба есть у нас одна но только вы выполнить ее наверно не сможете а какая чтобы нам не мешались то есть подвиньте в сторону не мешались но с удовольствием мешаться не будем это я вам гарантирую и когда потеряевки уже улица будет имени марии лапкиной он опять приедет секретари какие бывают но теперь он по земледели идет веселый опять же веселый с компанией со своей из краевой администрации дома заходит попробую там хлеб молоко все какие люди люди бывают зачем я в партию это лезут я думаю зачем когда ты человек там не люди должны быть я такого мнения оставался но вот я вам все проверил и ну как но благодарим батюшка говорит за то что вы выполнили свое слово словах какое но вы обещали не мешать да 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 я не мешал нет ну и помочь что не можем у нас есть ничего но нету ничего одна печать специалисты совета там там грешакой грешака поставили тихом доне ушел а кому давил пыль тыка пошла когда мишки кашевому передает вот события дня я события дня говорю вот ребятишки то маленькие ну маленькие пятилетние даже где-то мы это заменили проход околает му таракане а сму таракане называется где подогрев был а потом коммунисты после приедут бобров это первый секретарь кпрф железнодорожного района города барнаула это примерно девяносто девятый год вот приедет все еще сказать вот я завел в келью и говорят здесь вот когда бывает дети промокнут мы тогда топим ее дрова рядом и все и он в газете в алтайской нашей губернской газете напишет лапкин ведет меня осматривать лагерь и показывает и называет келью эти курятники у меня эти какое отношение курятники то ли прокуренные то ли курицы и показывает и тепло а у меня мысль сразу вош тепло любят где он вошь нашел ну коммунист настоящий коммунист зловонная клакород и теперь это будем муссировать показывать по попятиться да еще больной и стараешься чем болит при топ сареазом болеет приезжает а какие-то смрадные все секретарь по идеологии алтайского края петренко владимир сергеевич парализовала помер из той отца моего них подохли а я живу так и здесь вот я попутно все говорю как как это было какие люди и от вчера мы возле этому таракане этой вот я обогрев то проходили вошь тепло любят ай-яй-яй хоть одну вошь видел где-то нет конечно у нас холодильники электричество сегодня суббота баня дети моются чистая баня и стопи ко мне баню по белому я белого света от вы высоцкий пел когда-то об этом у нас не отвыкли они но и потом и с никитой вчера пошли потому что самый длинный желоб был у храмова пруда и там огромный промыв воды был и туда и глины еще не было подошел бульдозер я говорю вали туда он сдвинул пушистая земля пушистый чернозем и утоптать он ее не мог он и даже не заехал и она как порховка и поэтому водой она намокла она осела и и скособочила вторую часть дам это слива воды там вода шумела на еще по шириной 280 почти три метра и высотой и чуть не на метр вода шла вода такой поток воды был ну или ясно дело через щели доски пропадала вода я там осела и мы заботились каждую прибить арматурой связать надо допустим лака лежит эту лагу мы наискосок так и так вот прибивали здесь заматывали проволокой чтобы арматура глубоко забивается и весной не подняла я я об этом думала что вниз то пойдет об этом не думал я думал вырвет и опрокинет и размоет дамбу но и вчера мы с никитой вдвоем комарья полно везде все искали вода быстро убывает в пруду но еще много воды сравнить не с чем вот все в порядке как уложили мы теперь надо установить попробовали подвозить подважить пень большой подкатили ломиком откат отпилены нами конец щурки так сказать щурка ну размером диаметр я сейчас могу сказать околометр диаметр диаметр щурки и через нее подважили березовым березовая слега ну диаметром 20 сантиметров вдвоем давили давили и не сдвинули почему ну она опустился один борт жёлоба то и поднять чтобы выровнять он опустился сантиметров на 20 но видно что сильно перекошено но доски не раздвинули вода течет ну ближе к тому берегу готова жёлоба то где-то не могли поднять надо было следить три наверное таких то не ну и давай дальше вырвали доски там которая на промыла заново соломой все затрабовали комарьё едят нас прямо а в это время тут звонит мне надежда вас елена разреши включить насос мы не разрешаем так она без присмотра перегорел ребятишкам угоду убрать воды не набрать только под присмотром кто-то есть чтоб все время стоял в бочек там куда накачает она раз за разом руки в перчатках снимаю пока снял еще от разреши ну сказал нет и опять комар заедает мы слеги несем я с одной стороны другой но слеги это длинные как жерди так сказать бревна длинные ну метров по три с половиной а сзади идет никита тащит и вдруг остановка звонок второй раз звонок ой-ой-ой как это не хорошо мне потом я выговорил на ночь отключил воду накачала сколько все от фляги и отгоняет тот телефон то плитку забыла а потом забыла и она качает всю ночь выкачала мотор сгорел и на этом все то есть оставлять никак только в моем присутствии чтобы стояла здесь у фляги это не у фляги уборщик с водой или у колодца выключить тогда все а у меня тут главный провод здесь находится я запираюсь ко мне не попадешь отключил все больше ничего не сделаешь это вчерашний день дети работают посредственно у кого-то малыши на огороде что-то не там пололи володя уводит здесь а виталия калиникова его элементы платить надо где тут заработать потеряете заработать можно заработать я вреди к матушке вот матушке людмила ивановна она фамилия девичья антоненко у нее огорода огорода 3-4 она агроном закончил свое время с отличием техникум потом институт университетов не было и он у ней тяпает поработает в обед приходит есть а ты что прикатил я говорю ты где работаешь там трудящийся достойно пропитание последний раз кормлю да и вот не знаю ну в общем так больше здесь есть не будешь там работаешь а у меня обедаешь меня какой проб тебя кормить то мужика ты скажи только но она сказала неправильно что батюшка не хочет что в доме чтоб кто-то тут заходил у него ел не так я пошел батюшке что такое он да нет я сказал что на двоих готовить что я буду меня времени там то косит то что я вон как а она а у меня воды тут нету нет она в другом доме я груди к надежде васильев яйца есть все у меня и мясо есть холодные вот и не сигаре мясо виталия кармина убой и а надежда васильна рада радешенька будет кому-то послужить приготовить так и получилось он вчера тут уже бегают его кормят хорошо смотри живот опять отпустишь у меня там он начал подбирать маленький когда перегнешь шкуру то свою это не больше сантиметр два миллиметра должна быть шкур ну всего на 6 миллиметров должна быть это предельная норма же на животе а то возрастные женские глупости все это жир лишний то и бегом бегает прихожу за столом сидит еще даже в лагере той пищи у нас нету как у него там рыба его они тут обихаживают вот почему я эпиграфом взял в поте лица твою будешь есть хлеб приучаю к этому по-настоящему крепкого работника никого нету один володя пащенко здесь я не считаю деревенский деревенский это все работники а в лагере нет и никита сейчас старается уже в поте лица есть и виталий уже начал подбирать губы то вот это в поте лица если ребятишек к этому приучаем что бегом быстро делать любое дело с топором работают они с пилами пилят и ну то есть это эпиграфом взято вот я события вчерашнего дня теперь все это надо готовить пошел терентию это сын старший игоря барабаша игоря александровича старосты деревни вот я говорю тереть это и мог бы помочь парень нормально совершенно город он кончил университет строительный строительный факультет алтайский технический университет вот где-то в городе работал решил быть в деревне приехал в город отпускать город поедет сбрил но все время соглашенными стоит я вчера подошел вижу частинка торчит я говорю ты поможешь лагерь а что вот эти намотанная солома круги отвезти нужно второй мостик на рыжковский путь на южный пруд и на храмовый где-то ремонтируем что-то ну как время будет сделано такой податливый мягкий характером в отца никогда не заспорить нигде ничего не отделано а что спорить то дело делать надо вот это вчера только где я подсовывался а тут серафимой гавриловны ей 88 лет и она во сне видела что счета она там что-то не знаю делала и есть сказано было через два года пойдешь на пенсию она лета 18 октября это видела она к батюшке пошла что за сон решили что через два года она умрет она до того радостная все поприще моего закончена человек простой сухонько старушонка ни разу храме не села и вот мы с ней дружим у нас дружба с ней я кое-что тут иногда дам немножко там ну для простора печет муки там отвести а она тут и арбузы и чесноку и луку и чего помидоры вчера пирог притащила меня дома здесь не было и она говорит как она шла я может быть рассказывал уже у ночью-то встала и упала упала и стул там загремел сын соскочил она с Володей живет неженатый сын к мать она не трожь не трожь мне это хорошо я горд упала и кто-то мягкими теплыми руками меня поддержал я не убилась ничего не сломала какие руки были теплые у него кто меня поддержал то ангел несомненно ангел тут люди живут ангельские и сын ложится спать и я горд еще полежу на этом месте где он меня так легонько положил легонько охнула и вот тоже работает до упаду до упаду по-настоящему зашлагать поклон положить не могу но перекрестилась один поклон как положила потом второе же полегче а третий легче да тогда давай считать правила взяла правила библию посчитала восемьдесят лет восемь восемьдесят восемь лет то но когда все сделала руки шевеляться я давай тогда гимнастику делать наклоняться там приседать восемьдесят восемь лет после огорода трудов молитвы поклонов она еще и гимнастикой занимается вот ну какой же народ то золото золото и она не болеет как будто бы ничего на операцию делали тут что-то было еды и она врачу говорит наркоза не давай я молиться буду и врач делать операцию она молится вслух лежит так врач там всю больницу сбулгачил какую бабку привезли я ее режу она молитвы считает да громко да за меня молиться то вот вообще-то чудо какое это событие дня молимся за романа фроликов чтобы доехала благополучно проехал потому что забота сегодня маленько сумеречный вот это вчерашний день надо говорить то но я еще вечером доплетусь до дому-то и вот упал тут у меня тазик лежит это стоит под кроватью с водой каждый день ноги помыть чуть-чуть босиком ну там в лесу не наработаешь босиком вот такой прекрасный был день пятница пятница разрешалась рыба я сейчас готовлю винегрет добрался до этого приносят луку я никому не разрешаю они не умеют его готовить мелко нарезаю его ну лук перо зелень то и кое нашел я долго искал здесь где двудомная крапива набрал дудомная крапива листьев промыть промыл репей и одувальщика листья одувальщика все это режу дальше выпросила отдельно мне крапива от карпива этой кастрюли и там толкушкой деревянной сам сделал толкушку толку и она слепается там как пласт какой а теперь володя кладет это все зелень дети едят витамины то есть ну они как-то по-другому там помидоры я подножный корт беру очень витаминно это но и дети терпят едят эти терпят кто скажет ничего себе кормят но добавка зелень это деньги большие стоит на севере ладно богу нашему слова во веки веков аминь аминь